Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Мастер Чу. Дождались видеоролика по Lineage 2 Mobile. Видеороликов и стримов по данному проекту, по данной игре не было, наверное, с начала марта. Я решил записать для вас видеоподкаст разговорный с двумя игроками, которые продолжают активно играть в Lineage 2 Mobile. То есть у них с течением времени либо схожее мнение с моим относительно этой игры, либо в чем-то оно все-таки будет не походить на мое. Я хотел бы, не забивая последний гвоздь, скажем так, в контент по L2M, иногда радовать своих зрителей каким-то подобным контентом. Ну, скажем так, весть из полей боев. Сегодня у нас в ролике два персонажа. Это один из них... Ой, боже, как громко, минусуши. Один из них Редис, второй это Олекса. Привет, ребят! Здраво, здраво! Привет, привет! Я поспрашиваю у этих ребят, что вообще сейчас с геймплеем в этой игре, какой он, поменялся он или нет. Возможно, поглядим на персонажей и обсудим Big War. В какой последовательности будет идти этот диалог? Соответственно, вначале хотелось бы мне поинтересоваться, ребят, как вам сейчас в целом играется в Lineage 2 Mobile? Вот за последние 4-5 месяцев, да, с февраля, там, с марта, были ли какие-то желания взять и просто закончить проект? Или же вы постоянно находите для себя какой-то мотиватор, чтобы продолжать играть дальше? Ну, наверное, я начну. Слушай, желание приходит в линейке всегда, ну, потому что очень много времени отнимает, это всё очень дорого, ну, игрушка реально дорогая, и ты, ну, сколько условно, по 200-300 баксов в неделю тратишь. Но, я скажу так, эти 230 баксов стоят этого, потому что боёвка, кланвары, скандалы и триггер-асследования, они все приносят эмоции, и эти эмоции того стоят. То есть кровь, говно и каблуки, как обычно. Да, да. Так. Ничего не изменяется, ничего не менялось, собственно, в самой линейке в обычной, да, судя по всему, L2M также полна интриг. Окей. Перед тем, как мы перейдём на интриги, на ситуацию с Бигваром и со всем остальным, Олег, тоже выскажись по этому поводу. Хотел ли ты, увы, уйти просто из игры, скипнуть проект, к примеру, и поменять на какой-нибудь другой? Это как в анекдоте, когда мы с женой прожили в браке, там, лет 60-70, и у него спрашивают, а до этого времени было ли у вас желание развестись? Он говорит, развестись? Нет. Убить? Да. Так вот, и с линейкой. Уйти желание возникает, даже не уйти, а удалить игру, желание возникает периодически. Но потом заходишь, включаешь, и всё по новой. Так, подожди, заходишь, включаешь, вы уже себе позволяете не круглосуточно играть, что ли? Ну, конечно, мы же спать хотим. То есть, подожди, когда вы уходите спать, чары не фармят? Фармят. Ну, или, например, ворота. Да. Окей, я понял, хорошо. Тогда следующий вопрос. Играете ли вы ещё во что-то одновременно с L2M-кой, или она до сих пор отнимает настолько же много времени? Слушай, ну, в формате боёв в АРа она отнимает время. То есть, если это фри история, то всё намного проще. То есть, ты имеешь в виду, когда ты не в Бигваре? Да. Угу. А остались игроки, которые, условно, игроки Тамагоча, которые играют чисто в ферму и никакого отношения к Бигвару не имеют? Или их почти не осталось? Конечно. Ну, я думаю, что их процентов 60-70. Окей. Слушай, ну, очень много людей ушло из игры. Во-первых, кто-то не тянет донат, кто-то онлайн. Опять же, ситуация в мире и лето, отдыхе. Очень много людей поуходило. А притока новых игроков практически нет. Я соглашусь, наверное, с редистором. Действительно, игроки новые не появляются. Но, тем не менее, на последнем трансфере, в начале июня, была ситуация, когда опять закрывали сервера на залёт и на вылет. Ну, то есть... Содержимого хватает. То есть, содержимого вот этого ведра, да? Да. Бочки. Ну, бочки, да, не будем утверждать с чем, с помоем или с ромом, но бочка в целом скорее полная, да, чем пустая. Знаешь, это как у оптимиста. Стакан наполовину полон. То есть, стакан наполовину полон. Окей. Тут скажу от себя и задам вопрос ребятам. Они уже плюс-минус знают хронометраж, о чём мы плюс-минус разговаривать сегодня в видеоролике будем. Но то, чем всегда не славилась компания NCSoft, это большая, огромная проблема притока новых игроков. Чаще всего это как раз-таки та самая бочка, которая наполнена изначально игроками, и люди в неё приходят, уходят. Но чаще всего это одно и то же комьюнити. Насколько сейчас всё плохо с точки зрения притока? То есть, вот я сейчас Вася, к примеру, не говорим, что я Чу, да, допустим, я Вася, и я решил стартануть. Есть ли какие-то обстоятельства, чтобы мне это делать? Есть ли какие-то плюсы? То есть, стартанув, я получу какие-то бонусы за старт там для новичка или всё-таки нет? Ну, ничего существенного ты не получишь. Окей. То есть, соответственно, чтобы, ну, во-первых, очень тяжело вообще догнать кого-то, но тут нужно вкинуть нереальные деньги. Подожди, очень тяжело или нереально? Ну, я бы сказал, нереально, нет, ну, реально всё в этом мире, всё зависит от того кошелька, опять же. Опять же, только на деньгах? Ну, да, но если брать, ну, нормальных людей обычно, то нет, нет, нет. То есть, ты должен быть из ряда вон богатым человеком, я так понимаю. То есть, окей, то есть, чисто гипотетически даже контент, в котором вы сейчас варитесь, да, ребята, которые стартанули с самого начала, его уже физически не догнать никак? Да? Можно я про контент немножко скажу? То есть, получается, что игра сводится к тому, что NCSoft вводит контент порционно, и он всегда находится в районе той волны, которая стартанул в декабре. То есть, образно говоря, там 69-й, 70-й, 65-й, то есть 60 плюс левела, то есть вводятся новые локации, ввелась Виора, ввелась Той, ввелась Башня Слоновой Кости, но уже пустыми, наверное, практически становится Ло, Башня Крумы, ну, и много-много локаций, которые, по сути, ну, там никого нет, потому что новых игроков не приходят. То есть, и в дальнейшем будет такая же история, то есть будет вводить всё выше и выше локации для тех, кто играет на каком-то определенном среднем уровне, там, средний плюс, скажем так. Ну, то есть, получается, обычная проблема всех МРПГшек, когда старый контент становится неактуален, и зачем его рисовали, становится непонятно. Как в ВОВ, короче. Ну, именно так. Клиент раздувается, локаций много, а по факту актуальным являются только, там, средние и топовые. Окей, а с точки зрения, с точки зрения размазывания онлайна по локациям, ощущается ли какая-то в топ-локах, там, проблема с, допустим, большим количеством людей на одних и тех же спотах, или всё-таки нет? Нет. Нет, то есть, все размазались, да? Да, ну, люди, которые меньше донатили, они, скорее всего, остались даже в прошлом патче в вороновских локациях. Люди, которые, ну, средний донат, высокий донат, они уже все в адене, соответственно, кто на кладбище, ну, топы, соответственно, в топ-локах. То есть, проблема вот эта, она еще и усугубляется? То есть, некоторые вообще еще где-то формят геран локации, условно, да? Ну, геран это, конечно, сильно, но орган точно. Ну, и очень чувствуется софткаповость. Когда-то ты говорил о том, что на 68 левеле красную карту далеко не все увидят, так оно и есть. То есть, там было в районе 65-го сильное торможение, а сейчас 73-й, это, ну, 73-го взять 74-й левел, это как взять 66-го по 72-й, 6 левелов. То есть, вот такое усложнение. Ну, дальше вам снова запушат новый контент, вы снова до следующего софткапа, там, до 79-го докачаетесь и так далее, это понятно, да? Да, снова будет дзынь-дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь, да. А чувствуется ли вообще какая-то вариативность контента, то есть, добавляют ли какой-то качественно новый контент, или это по факту перерисованные локации и те же самые моб-болванчики? Не-не-не, чувствуется, чувствуется. Все-таки аден это локи новые, все переделанные, мобики поинтересней, дроп поинтересней, скиллы добавляют мобам, пивари добавили, соответственно, алхимию казино добавили, это вообще в нее можно сутками залипать. Ну, и расширяются границы сервера, то есть, вводом Виоры, с вводом Той файты происходят, то есть, не на локальном сервере, а уже за всем кластером, да. Ну, в конечном итоге, то есть, приближается тот самый момент, да, когда каждый сервер будет только под одним кланом, когда вары на сервах закончатся и будут только на кросс-сервах. Да, я думаю, уже практически этот момент наступает, и уже потом начнется кросс-сервер, да. Желтые карточки вам добавили уже или еще нет? Еще нет. Есть ли те, кто прям сидят и ждут, что вот-вот введут желтые карточки, и они пойдут себе, значит, делать уже не хелки? Ну, ходит очень мало таких людей, но есть, ждут, конечно. Ну, то есть... За алхимией люди не наекались. Ну, алхимия — это просто аппараты, это, значит, вишенки, три семерочки, вот это вот все. Это больная тема лично для меня, потому что я что-то, когда ушел из ЛДВМки, я прям очень косо сейчас смотрю на такие системы подобные, которые вроде как должны скрываться в играх, да, что они похожи на казино, а они, сука, прям один в один делаются. Окей. Смотри, вернемся немножко к этой теме. То есть сейчас фактически, ну вот, наша аудитория, да, которая меня смотрит, для них часто у людей возникает вопрос, стоит или нет приходить и начинать играть? Что вы скажете? То есть вот честно, откровенно? Блин, эмоции классные, но очень дорого. Ну, типа, если приходить, то нужно искать себе персонажей, я не знаю, с кем-то договариваться, просить их. То есть банально покупать готовых чарлов. Да, с нуля не получится. Подожди, здесь небольшое отступление, а существуют еще акции вообще на красной книге или нет? То есть на красные скиллы? Слушай, я честно без понятия, там вроде их в достижениях, я слышал, дают, но я давно не качал-то и дал. Ну то есть мы же, когда начинали, нам этих красных книг дали сначала одну, потом вторую, там и так далее. Я говорю, я не могу, по-моему, на 45-м дают, но я не уверен, говорю. Нет, нам давали одну книгу, а вторую уже можно было покупать за ордена славы за 3 миллиона. То есть по факту давали только одну красную, один красный скилл. Но сейчас, я так понимаю, новичкам и его не дают. Мы не знаем, мы не уверены. Я думаю, что нет. Вы уже далеко не новички, судя по вашему уровню, 73-му. Окей. Так, хорошо. Я краем глаза видел, да, вот эти вот моментики, то, что там в чате кто-то с кем-то срется. Мы перейдем немножко в сторону Бигвара, немножко уйдем от стандартных допросов-вопросов. Что по Бигвару, что вообще сейчас происходит? Я оказался невольным свидетелем и редис даже подтвердит, что он сидит сейчас целыми днями в Л2Мке. Мы не можем даже нормально почилить, пообщаться там, что вообще происходит. Я крайне далеко от делал Л2Мки, но расскажи, что вообще происходит с Бигваром. Кто, как говорится, доминация, да, кто доминирует, а кто является аутсайдером на данный момент? Слушай, ну, все так же, все так же Retrise Domination, соответственно... Третьей силы не появилось? Нет, ну подожди, есть на других кластерах, соответственно, есть Игон, ему большой привет. Привет, Игон. Есть также еще другие сайты, я слышал, Телка, на самом деле их, ну, достаточно много. Но мы сейчас говорим про ваш кластер. А, у нас, да, у нас два сайта, как и было. То есть, соответственно... Третья сторона не появилась именно на Барцах? Нет. Что еще рассказать? Кто кого? Кто забирает замки? Кто вот... Кровь говно, и ты понял. Слушай, ну, давай будем честными откровенными. С Виору мы пока и то и не забираем, поскольку большой перевес численный людей. Но, говорю, мы и начали того, что сначала захватили один сервер, потом уже я присоединился к составу RedRise. Сейчас мы уже владеем, грубо говоря, двумя серверами, на которых идут бои, но перевес, соответственно, в нашу сторону. И на третьем сервере мы, конечно, проигрываем, но бой даем. То есть, соответственно, ПВП-статистика у нас жесткая. Количество киллов ты имеешь в виду? Ну, я вижу, да. 550. Да, бои идут ожесточенные. То есть, на нас потак спокойно особо не постоишь. Ну, да, у нас четвертый, ну, на шестом мы проигрываем, но все равно боремся. Потому что это был у нас тактический ход, чтобы отжать два сервера. Соответственно, я так понимаю, на B2 и на B4 наши более доминируют. Остальные сервера за, соответственно, за оппонентом. То есть, это третий. На пятом Акси воюет с Domination. Я не очень знаю, как там ситуация, но Акси говорит то, что в их сторону складывается. Ну, в принципе, я видел скринные видео, мне показывал. Да, они там отжимают большинство. Если кто не знает, Аксик, это мой приемник. Почти приемный сын, да, только если у нас рядом две фотки сложить, то скорее он выглядит как приемный отец мне. Но на самом деле я просто эрелил в Domination первый месяц, второй, третий эрелил он. А сейчас, получается, ситуация развернулась таким образом, что он сам воюет с Domination. Да, но практически все Бартси в огне, везде идет война. Причем под лето, когда народ уходит, не каждый вытягивает. На ось оно очень круто, потому что без ПВП в этой игре делать нечего. А если коротко... Хотел сказать про первый Бартси, о том, что там прилетели ребята с другого кластера, и они влились в Domination. И, по сути, на первом Бартсе играют большое количество людей. Domination, но они не коренные жители кластера Бартси. А как так получилось, что Аксик вообще воюет против тех, с кем начинал? Просто какая-то такая интересная, получается, тенденция. Пришли все, условно, одной большой компанией WorldWare, а в конечном итоге в этом Domination остался только родоначальник этого самого Domination в виде Megion, а все остальные, кто с ним играли, по сути, от него ушли. Ну, слушай, я же не могу за Аксик говорить, там куча всяких видео на эту тему выпустили. Тут лучше, я думаю, спросить у первого источника. Да, он более подробно это расскажет. Я боюсь ошибиться, но Megion, по-моему, тоже ушел. А, подожди. Да, там непонятно. То ли ушел, то ли не ушел. Скандалы и интриги, расследования, короче, уровень бог просто. На самом деле никому не интересно. Ушел, не ушел. Не, ну почему? Интриги в разделе L2M-ки это всегда хорошо. И вообще в целом в разделе линейки. Из-за этого вы играете. Окей, то есть в целом позиция вся боевая, то есть вы воюете прям знатно. Основной PvP-контент у вас при этом в той и в Viore, я правильно понимаю? Да, ну и на серверах. Угу. Ну, то есть ты берешь каждый сервер, на каждом сервере идет война. Что такого есть сейчас хорошего, чего не было, когда я уходил? Расскажи. Есть ли хоть один пункт сейчас в игре, который изменился прям сильно в лучшую сторону? Конечно. Ну, фил карты, фил агдеон, фил скиллы и у многих. Ну, с этой игры совершенно поменялось. То есть теперь это не арба, которую не убить. Игра геймплейно изменилась просто банально в том направлении, что люди расфармились до того, что дошли до эндгейм-контента и чары раскрылись. Конечно. Ну, совершенно другая игра. Ага. А подожди, а если не брать в расчет то, что люди донатят и развиваются, тогда для них игра не изменится и она останется как бы ни о чем? Ну, скорее всего, да, потому что накопить на фил скилл 15 миллионов, ну, сомнительная история. Угу. Но фил скиллы переворачивают, конечно, игру. Конечно. Но это полный, ну, у тебя чак полностью меняется. Соответственно, красные адамовские скиллы велись. Угу. А одни из, там, я так понимаю, еще будет вторая версия адамовских скиллов. Угу. То есть чары возникают совершенно по-другому. Были еще введены же два новых класса, был реворк арбов, был реворк, когда-то был реворк магов. То есть на новых классах реально интересно играть. То есть появилась возможность при смене класса полностью поменять все, что у тебя есть на новый класс и попробовать что-то интересное. Дестры – это стан машины. Реворк магов я, кстати, застал. Дестры. Кого кроме дестров еще ввели? Арбалетчиков? Копейщиков. А, копейщиков. Не, так болитчиков нету. Не, копейщиков-то я застал. Самое интересное начнется, когда арба появится. Арбалетчик. Вот это будет грязь. Ну, арба появится, наверное, не скоро, потому что я вижу в том, что они адам запустили под выход Диабло. Это уже был с их стороны, наверное, момент, чтобы терять аудиторию. Они буквально день в день. Я думаю, что они в ноябре запустят арбалетчиков. Может быть. Потому что, скорее всего, там они посидят, почешут репу, год игрея, и вот вам ловите новый класс. Окей. На дестров много народу пересело вообще? Да, да. Это только топы? И топы, и средние какие. Да, десты классные. А отзыв по классу? Отзывы по классу, что вы слышите там от своих сокланов? Слушай, все довольны? Я не видел еще недовольных десткам. Так. А появились ребята, которые пересели на танков и довольны танками? Да. Ну, немного, но танки сейчас очень хорошо себя показывают. Ну, танки в Адане раскрываются просто. Я поэтому и задал этот вопрос. Да, да. Люди готовят себе танк, можно так сказать. А, ну, как альтернатива получается. Да. А сколько, расскажи, когда я играл, был лишь один мерш к тому моменту, который испоганил с точки зрения вообще введения боя, да, бигвара и так далее. Очень много моментов я слышал у вас. То есть кто-то улетел, кто-то не успел улететь. Я сам сфейлился. Возможно, что даже если бы я улетел, я бы еще какое-то количество времени поиграл в L2M-ку. Признаю этот момент. Потому что в основном у меня был самый негативный момент, это социальная часть этой игры. Потому что играть там на серваке, где я расхерачился с большинством, это не очень-то приятно. Ну, то есть, трансферы еще были? Да, один трансфер, и вот сейчас, думаю, на следующей неделе, либо на ближайшее время будет. Был еще один трансфер. Угу. Ну, слушай, не так уж и часто получается. Ну, раз в два месяца получается. Два, полтора. А новости о каких-то слияниях серверов не появлялись еще? Нет, нет. То есть, в целом их онлайн устраивает, я так понимаю. Ну, слушай, до обычных игроков новости доходят плохо. Так они даже патчноуты не читают, о чем ты. Да, так они их и не выкидывают. Окей. Ну, точнее, выкидывают, но очень коряво. Расскажи мне, ты сейчас сидишь на арбе, ну, на классе, да, арба. Алекса, ты тоже на арбе, я так понимаю, да? Да. То есть, вы у нас как это, как близнецы однояйцевые. Да, можно так сказать. Только я старше. Как он старше? На пять минут, ладно, окей. Враг атакует. Враг атакует. Здесь, смотри, такой вопрос. Меняли ли вообще классы или нет? Или как стартанули, так и все. Слушай, там был револок как бы, но... То есть, теперь крест на фулл пачку, насколько я помню. Это да, с одной кнопки. Да, и что-то там вроде джаджмент усилий, но я этого не заметил. Ого. Нет, я имею в виду, а ты класс-то не менял в итоге сам? Не в мага там не переделывался? Ну, я все так же засматриваюсь на мага. До сих пор? Да, мага надо подготавливать. То есть, нельзя просто взять так и прыгнуть в мага, к сожалению. Тебе нужно подготовить его, подготовить статы, подготовить шмот, экспертизу, ту же самую. То есть, подкрутить заранее. Но мы не засматриваемся на магов. Маги сейчас достаточно увербуснуты. Угу. Я бы, наверное, даже сказал, что они более доминирующий класс. Среди вообще всех? Да? Ну, мы, конечно... У нас есть один нож Хоку. Угу. Банально карму, да. Она бьет 10 тиков по 5%, независимо от того, какие там у тебя статы и сколько у тебя ХП. Раньше оно не процентное, но числовые раньше от немало. Но я рассказывал это в своих видосах, конечно. О, три фиол карты. Бля, чисто шейхи у нас сегодня в гостях. Да, какие шейхи, ты что? Не, ну Pain of Karma это великолепный скилл. Да, да и Doom тоже клевый. А у тебя Doom есть тоже? Нет, думаю, у меня нет. Пока, на-на-на-на-на пухфель этого делать. А, то есть ты на пути. Ну, покажи краем глаза ребятам, что по шмоту вообще. Слушай, да у меня на самом деле ничего особенного. Не, через ХП-шку и МП-шку ткни лучше, так проще будет. Через ХП-шку и МП-шку вообще. Сейчас я сбегу всяких вам. Не убрано дома, да, Редис? А? Не убрано дома. Не убрано вообще. Так, слышишь, а ты хотя бы для подкаста гетеросексуальный коктейль-то налил? Да, я пью этот, как его называют. Sunrise the Kill. Ну, это субботний вечер, ребятки. Нет, ХП-МП слева ткни над картой. Ты что, дядь? А, ты эту, что ли? Вот, да. Так, ну тут пятые, седьмые, красные шмотки, топы, лессики везде стоят. 85 МДР, 78 НТ. Блин, какая красотища. Да, ну слушай, я, наверное, средний как больше. Можно я тебе задам провокационный вопрос? Давай. А вот пятые красные шмотки, они же не решают, их же все равно точить придется. В смысле? Мем не понят, да? Мем не понят. Ну, типа пятый мусорный красный шмот, его же все равно точить. Ага, я понял, это ссылка. Ну да, да. Это, знаешь, чисто свои и да наши поймут, когда будут смотреть этот видеоролик. А целую, да, я понял. А расскажи, братиша, почему у тебя красного сигеля нет? Потому что его точить надо. Есть? Нет. Он у меня есть, он просто ко мне еще не прилетел. Слышишь, но его надо... На Б2. Его надо точить. Да, его надо точить. У меня круглый сигель. Так. Он лежит на втором баке. Так, а что у тебя на втором, на третьем слоте по шмоту? Она имеется в виду, прокрути эту штучку. Ух ты ела. Слушай, да, ну ничего особенного на самом деле. Ну как, жрелка Мермейд, это же, да? Опела. А, это опела? Подожди. А, ну это опела так выглядит? Да. Она по-английски Мермейд вроде, нет? Или я что-то путаю? Я не знаю. Ну ладно, окей. Это уже новое жерелье получается и новое кольцо. У тебя уже Маджестик. Маджестик, да. Маджестик Бижутерия, это имба вообще? Ну, да, да. Так, кстати, расскажи про экономику. Очень важный вопрос и очень интересный. Учитывая то, что новый приток новых игроков нет. Что сейчас переживает вообще экономика L2M? Именно рынок. Алхимия. Ну, рынок на... Сначала рынок потихонечку умирал. Алхимия возродила его? Да, да. Алхимия возродила. Потому что все сейчас крутят. То есть неактуальные предметы стали более актуальными, потому что люди засовывают в алхимию все подряд. Конечно. Ну, окей. Ну, есть полотонны гайдов, как что выкручивать, как что точить, что нужно на фиолет, что нужно на топовую краснуху. Угу. Я тоже планировал такое сделать. Да, и прям с первого стейджа люди идут. Идут и фигачат. Люди идут. Можно тащить краснуху, а еще можно тащить руны, можно тащить шмотки для кол, плюс восьмые, плюс девятые, то, что раньше было нереально заточить. Да, у меня на B1 вся бежа, я прям готовлюсь покрутить. Большую прокрутку сделать. Большой прокрут? Да. Блин, ну это красиво, конечно. Но я, если честно, не знаю, какое количество еще систем у вас было введено. Я знаю весь контент до грации, то есть прекрасно представляю, что вас впереди еще ждет, но тем не менее. Убуждение ввели. Ага, про Буду ввели. Скажи, насколько донатная эта штука ребятам, если они не в курсе. Донатная, донатная. Ну, слушай, я особо не донатил, чисто паки. Ну, а она спаков и собирается. Ну, редис, она спаков и собирается. Нет, там ты можешь скупать этот, как его называют. Ну, где эта штука? Скажи, потом я скажу. Вот эту штуку скупаешь, то есть за 100 тысяч зеленых монеток и ломаешь синьку, к тебе эта штука прилетает. Окей, 100 тысяч зеленых монеток. Проблемы какие-то есть сейчас с донатом в игру или нет? Или с территорией? Его очень много, его нужно очень много. Ну, то есть, кроме того, что его нужно много, спокойно все через комп донится? Нет никаких там затруднений? Нет, у многих проблемы, многие банки отключили, сейчас в основном тенек, киви и, наверное, еще какие-то платформы. Но очень много кого отключили. Окей, и расскажи, я хотел еще важный вопрос задать, но мы что-то куда-то в другую степь ушли. Что еще, кроме алхимки, было добавлено? Кроссерфаукцион добавлен или нет? Нет, еще нет. Кроссерфаукцион нет. Асады замков, очень интересный вопрос. Аден, Аден вели. На нем мы будем заканчивать. Расскажите, что по осадам замков вообще происходит? Слушай, ну, раз в неделю обычные осады, раз в неделю, ну, раз в две недели обычные осады, раз в две недели Аден замок. То есть, грубо говоря, на этой неделе будет Аден. Вы осады какие-то забирали или Доминейшн забирает все? Нет, смотри, ну, у нас на четвертом Бартсе два замка, на втором Бартсе один замок, здесь у нас нет замков. И, соответственно, Аденовский замок тоже пока за оппонентом. Угу. Но мы стремимся, стараемся, что-то придумываем, тестим. Потихоньку, полигоньку собираем силы. Окей, последний вопрос еще задам. Будем заканчивать. У нас и так уже что-то как-то странное ощущение, что 10 минут разговариваем, а уже 30 прошло. Важный вопрос. Важный он даже, наверное, не для меня, потому что я знаю ответ на него. Важный он будет для комьюнити. Очень часто ходила такая тема, то, что рано или поздно люди с топ-донатом будут выходить в войн, да, вот так вот в поле один и уничтожать 100, 200, 300 человек. Так вот, вопрос заключается в том, зергач решает или все-таки one man hero это то, к чему все пришло? Ну, слушай, тут уже игра потихонечку переходит в это коровые, полукоровые, но зергач еще так же остается решать. То есть, неважно, сколько мультимиллиардов ты в одного персонажа залил, если против него есть 150 бравых воинов, они решают? Конечно, конечно. Окей, то есть, фактически нету такого же исхода, как в V4, когда один условный плю мог себе насобирать бесконечное количество у ворота и по нему тупо не попадали. Ну, да, слушай, нет, ну вот даже брать вул, у нас топ-донатера, соответственно, да, персонаж очень сильный, но один ничего, к сожалению, не сделает против толпы. Какой перевес должен быть? То есть, возьмем, к примеру, среднячков. Сколько персонажей среднячков нужно, чтобы победить его? Ну, вот так, на взгляд. Ты понимаешь, что такое, ну, если таких персонажей, как я... Окей, давай тебя будем считать среднячком. Вот человек, тот игрок, который каждую неделю покупает фулл-акции. Ну, я думаю, где-то 4 будет достаточно, 4, 6. Как ты считаешь, Алекс? Я согласен, то есть, вопрос, опять же, в том, насколько, во-первых, еще по левелу отрывается тот, который донатер, тут это играет важную роль, ну, а так, пачка, полторы пачки заберут толпа. Ну, и очень важно, кстати, начинается момент, потому что в пачке желательно иметь Блейдденсера, то есть, пачка, у которых есть танцы и песни, выиграет у аналогичной пати. Которая без бафа будет. Да, баф, баф. Берешь на арбуденце, и все, и ты БД. Ну, кстати, да, у вас добавили уже арбу, которая на саби? Нет, нет, нет. Как же нам? Мы, 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 мы. Баберлионов. Баберлионов, да. Имбовая карточка будет. Нам пока не добавили. Окей, ждем, когда добавят. Спасибо, ребят, вам за мнение. Спасибо вам за то, что уделили мне время. Я надеюсь, что моей аудитории такое видение спустя еще больший период времени, да, с того момента, как вышла игра, тоже будет интересно. Возможно, кого-то это заинтересует, кого-то заставит прийти посмотреть, поиграть. Надеюсь, что будут вернувшиеся в игру игроки, но не будет чисто новичков, которые с нуля туда ворвутся, потому что это просто фатально невозможно. Я бегу, Олекса. Все, ребят, давайте оставлю вас вашими файтами. Спасибо вам еще раз огромное. А друзья на стриме, ой, точнее на стриме, на видосике обязательно ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал, ну и распространить этот видеоролик среди своих друзей. Всем пока. Спасибо, счастливо.